Отправлять ребенка в школу в морозную погоду или нет, решают родители. Мама, героиня следующего сюжета, была уверена, до образовательного учреждения ее дочь доберется, как обычно, на автобусе. Однако все получилось по-другому. В итоге ученице седьмого класса пришлось идти пешком целых полтора часа от дворца культуры «Космос» до театральной площади. Сюжет Елизаветы Халиковой. Поступок кондуктора едва не привел к обморожению школьницы. 23 января, около 9 часов утра, Оля Братухина возвращалась домой из танцевальной секции. Но зайдя в автобус 23 маршрута, оказалось, денег на транспортной карте недостаточно, чтобы оплатить проезд. Не дав Оле опомниться, кондуктор попросила девочку покинуть автобус, несмотря на 20-ти градусный мороз. Мне пришлось выйти из автобуса, и я пешком шла. Настолько времени. Ну, я еще похожих, ну, пыталась, как, ну, попросили денег, но мне никто не давал. У меня ноги, я вообще не чувствовала себя. Когда я разделась, у меня они были все красные здесь. И руки тоже их не чувствовала. Лицо, оно опухшее было. Сильно опухшее. После случившегося мама с дочкой обратились в больницу. Там поставили диагноз – переохлаждение. По словам кондукторов, ситуации, когда у детей не хватает денег на проезд, случаются довольно часто. Но после истории с мальчиком, которого в прошлом году высадили из автобуса из-за слишком крупного портфеля, с кондукторами провели беседу. Нет, детей мы оставили в покое. Все. Дети – это дети, это не взрослые. Как бы даже и взрослые могут только попросить, по правилам только я могу попросить выйти. И все, или оплатить. Ну, как бы, едут дальше все равно. Чтобы никаких конфликтов не было с обеих сторон, мы их оставили в покое. Пускай едут. В подобной ситуации не остались бы равнодушными. В один голос твердят и пассажиры. Я бы провел сего только так. Без разглава, да. Почему? Если бы не хватило денег. Почему нет? Значит, лучше, когда выкидывает. Конечно, бы добавила, наверное, денег. Но это же ребенок. Можно было бы за него и заплатить, если кондуктор излишне фанатичен. По закону, как говорят юристы, кондуктор имеет полное право высадить без билетника. Но, как заявил уполномоченный по правам ребенка Владимир Шабардин, цитирую, «надо помнить, что дети есть дети, и высаживать их из транспорта в темное время суток, а также при дожде или в мороз, не стоит. Иначе это может быть расценено как оставление человека в опасности». А здесь речь идет уже об уголовной ответственности. В связи с последними событиями мама, пострадавшей Оли Братухиной, собирается обратиться к юристу и написать обращение в прокуратуру. Елизавета Халикова, Николай Шахарбеев, Бюро новостей Давича.